Природное обаяние, блистательная внешность, длинные ноги и отточенный шаг. Признайтесь, милые дамы, многие из вас просто мечтали оказаться на обложке журналов или под цветом софитов, когда все внимание только на вас. Сегодня о своем личном опыте, о модельном бизнесе в целом расскажет самая титулованная красавица Ульяновска Талия Айбедулина. Модель это девушка, обладающая не только внешними данными, но и другими характеристиками, своим мировоззрением, интересами, ну и вообще в принципе это обычный человек. Модельный бизнес это сфера, которая никак не связана с конкурсами красоты. Модельный бизнес это съемки, это показы, это обычная работа. Модельный бизнес это скорее слишком громко сказано об Ульяновске, потому что по сравнению с Москвой и по сравнению с другими странами, как такового модельного бизнеса у нас нет. То есть у нас есть модельное агентство действительно, у нас проходят сейчас все больше и больше модные мероприятия, съемки, показы. Но пока это не слаженная система, потому что у нас, когда ты идешь на какую-то съемку, ты знаешь, что большинству моделей не платят даже. Я считаю это неправильным. То есть бизнес это все-таки работа. И когда модели платят, она качественно выполняет свою работу. А у нас это скорее интерес, там посниматься, красивые кадры, классно провести время. То есть что-то такое вот как развлечение. Хочется, конечно, чтобы к моделям относились с уважением, потому что они выполняют как бы работу, чтобы она оплачивалась, чтобы были созданы условия. Сейчас развиваются еще и соцсети. И знаешь, модели зачастую берут не из модельных агентов, а просто красивую девочку увидели и решили ее позвать. Самый запоминающийся из этих конкурсов и самый титул, который ты дорожишь. Самым запоминающимся конкурсом стал тот, в котором я не выиграла, но я вошла в топ-20 финалисток. Это Мисс Гранд Интернешнл. Он входит в топ-5 самых таких крупных масштабных мировых конкурсов. Когда я прилетела туда, это был уже, естественно, не первый конкурс. Все, что было до него, это можно все забыть. Почему? Ну, знаешь, во-первых, конкурсы в России и за границей, они прям отличаются очень сильно. Потому что в России это такое красивое как бы мероприятие. Красивые молодые девочки, ну, там борются за титул, например. За границей девушек на конкурсы красоты провожают как национальных героев. Ты не представляешь. Вот действительно, когда ты приезжаешь, например, когда ты прилетаешь в Азию, и они узнают, что ты прилетел на конкурс красоты, ты еще ничего не выиграл. Да, просто поучаствуют. Тебя просто несут на руках. Тебя не отлипают, да. То есть для них это как... Ну, я не скажу божество, нет. Как нечто такое, знаешь, недосягаемое. И когда я прилетела туда и увидела уровень организации конкурса, что каждая минута расписана, и что тебя встречают в аэропорту еще до того, как ты прошел паспортный контроль. Вот так вот нас брали с самолета, брали наши паспорта, наши вещички, и все. Одним из самых престижных фэшн-мероприятий в мире российской моды является Fashion Week в Москве. Тысячи манекенщиц из региона встекаются в столицу, чтобы продефилировать в нарядах от кутюры, прет-а-порте, отечественных дизайнеров и мировых домов мод. Первая неделя моды прошла 25 лет назад. А вот в тройку лидеров почетных конкурсов красоты страны входят Мисс Россия, Мисс Волга и Мисс Туризм России. Давай вернемся в 2014 год, да? Я помню, ты еще была студенткой. Вернулись. Эти кастинги. Вот на тот момент ты знала, что твоя жизнь будет связана именно с этим? Конечно, нет. Вообще модельный бизнес, я не знала, что это. Это был такой мир, который окружен и сейчас стереотипами. Они были и в моей голове. Конкурсы красоты, это вообще то, к чему я никогда не прикасалась до 18 лет. Я поступила на первый курс, мне хотелось себя как-то проявить, конечно, да, быть активной. Я пошла играть в КВН. Кстати, я отстригла волосы сразу же, у меня было каре. И мои друзья по команде мне говорят, у нас в университете проводится кастинг Мисс Улгу, тебе нужно сходить. Я говорю, нет, вы что? Да эти модели, да они вообще глупые, да? Сейчас так, конечно, нельзя говорить. Я вроде как среди них. Ну, в общем, это не мое. Первый кастинг я пропустила, на второй кастинг мои друзья, спасибо вам огромное, привели меня за руку, прям сидели там, ждали, когда я его пройду, я его прошла. У меня не было туфель даже на каблуке, если честно, да, я взяла у подруги. Я, естественно, не рассчитывала на победу. Но, как мне потом сказал Борис Михайлович, ректор, да, наш председатель жюри, что вот он сразу меня увидел и понял, что я должна выиграть. Ну, я не знаю, может быть, он меня, конечно, польстил, но мне было очень приятно. Ты еще затронула тему стереотипов, да? И мы, к сожалению, живем в таком стереотипном обществе, да, когда у нас общественное мнение очень много значит и имеет весомую роль. Вот лично для тебя те стереотипы, которые, ну, просто тебя вымораживают? Первый стереотип, что якобы модели, участницы конкурсов красоты, они глупые. Это стереотипы есть, да, везде. Но знаешь, что я тебе скажу? Такую ответочку. В конкурсах красоты красота, ну, может быть, стоит на первом месте, да, а может быть, даже на втором. То есть всегда выбирают гармоничную личность. Обязательно с образованием, да, с какими-то интересами, с каким-то талантом. Ну, как... А таких можно сказать, что глупые. Ну, это, знаешь, вообще такое клеймо навешивать на красивых девушек. Мне кажется, кто-то когда-то это придумал, завистница. Кого обидели. Да, кого обидели, повесили, и вроде как это осталось. Ну, это просто даже, знаешь, судить об интеллектуальных способностях по внешности. Ну, это странно просто, это противоречит. Какой-то первый стереотип, второй есть? Есть, что все решают деньги, да. Ну, это тоже такое известное достаточно, что якобы конкурсы красоты покупаются. В моем опыте, да, были, так скажем, такие нечестные, несправедливые поездки, испытания, но в целом нет. То есть я не сталкивалась с нечестностью, уж тем более, что кто-то где-то что-то купил, за кого-то замолвил словечко. Тоже нет. Давай третий. Третий. Давай, что участницы конкурсов красоты, скажем так, не совсем хорошие девушки, да? Ну, так. Знаешь, скажу так, вот у всех разные причины, чтобы идти на конкурсы. Это может быть, да, действительно, знакомство, саморазвитие, подписание каких-то контрактов, победа, а может быть знакомство, так скажем, в любовном плане. Вот знаешь, кто за чем идет, тот то и как бы получает. 90-60-90, это сейчас не про современных моделей или все-таки эта тенденция сохраняется? У нас, лично я так считаю, может быть, мнение мое кому-то покажется неправильным, но я считаю, что все-таки у нас идет тенденция к натуральной красоте, к естественности. И все чаще на подиумах мы встречаем модели плюс сайз и на конкурсах красоты тоже. В 2016 году на конкурсе Мисс Вселенная от Канады участвовала девушка, откровенно прям размер плюс сайз, и ты знаешь, она вошла в топ-10 и шла по сцене так, в ее глазах читалась. Это не я полная, это вы все худые. То есть тенденция, мне кажется, идет все-таки к натуральности, но если мы говорим о девочках-моделях, которые, например, ездят в Китай работать, то это все еще худенькие, молодые, как бы светленькие девочки, да. Но в целом, вот если так посмотреть, даже Victoria's Secret на последнем показе, и сейчас у них нет показов, было несколько девушек тоже плюс сайз-модели. Расскажи грань между подиумной моделью и фотомоделью. Есть ли это разница? Во-первых, это рост, потому что на подиуме, да, мы видим рост, и часто дизайнеры себе подбирают именно по росту, чтобы в платье красиво смотрелось. То есть фотомодель это все-таки лицо, да, то есть есть разные типажи, ты знаешь, например, там baby face, strong face, да, и уже вот потом смотрим. То есть для фотомодели именно лицо, внешность. Для подиумной модели она может быть не столько красива, как в нашем понимании, как мы этому привыкли, да, но у нее красивое тело, длинные ноги, рост, который позволяет ей продемонстрировать это платье, и вот она его как бы несет. Потому что все-таки на подиуме мы показываем одежду, на конкурсе красоты мы показываем себя. Вот, это вот такие вот разные вещи. На подиуме, потому что модель, ну, просто выполняет свою работу, на конкурсе красоты модель это личность. Как мир не стоит на месте, так и стираются границы к требованиям внешности модели. Бытует мнение, что чем страннее низурядней черты лица, тем лучше. Все чаще мир моды покоряют девушки с дефектами во внешности, превращая тем самым недуг в изюминку. Однако в конкурсе красоты все же остаются некоторые табу, например, на татуировки, наращенные ресницы, волосы и накаченные губы. Да, у нас тенденция на натуральность, на молодых, натуральных, красивых девочек. Но если мы говорим про зарубежные даже конкурсы, ты знаешь, что в прошлом году в Мисс Вселенной принимал участие трансгендер. Вот, я как раз хотела задать вопрос. Да, 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 это была такая прям новость, это переход конкурсов на другой совершенно уровень. Я знаю, что многие страны были против, другие же страны наоборот за. И на финале этого конкурса это была представительница, я не знаю, как правильно нужно обращаться, представительница или представитель Испании, сделали отдельный даже выход. Диета. Ты сейчас тоже об этом сказала. Какую роль она играет в жизни манекенщицы, в жизни модели и твое личное предпочтение в еде, скажем так? Диета. Все мы там были. Я тоже худею конкурсом, то есть я готовлюсь за месяц, за два. Было такое, что мне пришлось худеть там на 6, по-моему, килограмм, потому что я летела на конкурс в Китай, там все еще любят очень худеньких, я тоже худела. Отношения. Ну, слушай, главное, чтобы не во вред. То есть голодание, даже голодание есть такая практика, нужно подходить осознанно. То есть просто ничего не есть, но это будет проблема с желудком. Чтобы подготовиться к конкурсу, да, или к работе, к поездке, к контракту, все-таки нужно правильное питание сбалансированное, да, физические нагрузки, это все в себе сочетать, и тогда результат обязательно будет. Я против экстремальных диет. Давай такую лайт, легкую диету от Илья Бедулиной. Вот если бы мне, да, нужно было похудеть, я бы кушала три раза в день, я не верю в пяти-шестиразовое питание. Три раза в день, ужин до 18.00, исключить сладкое, мучное. Если уж что-то хочется скушать вкусное, то в первой половине дня и уменьшить порции. Расскажи о кастингах. Как это проходит? Немножко такой бэкстейдж, может быть. Конкретно модельный бизнес и конкурсы красоты, это вообще две разные вещи. То есть путать их не стоит, там абсолютно разные требования. Когда мы говорим о модельном бизнесе, да, о показах, например, даже те же кастинги на неделю моды в Москве, это чисто про внешность. То есть ты приходишь, дизайнер тебя отсматривает. Если ты подходишь под определенный образ, под платье, все, тебе берут, тебе говорят время, ты приходишь на репетицию, потом приходишь на показ, тебя красят, как бы твое мнение вообще не спрашивают. Ты просто такое красивое, изящное тело, да. Ты подходишь к дизайнеру, ты подходишь под это платье, тебе делают макияж, выпускают, пожалуйста, выполняй свою работу. В конкурсе красоты требования другие. Другие. Да, первое это внешность, то есть отбирают по внешности, смотрят снэпы. Снэпы это фотографии, где видно фигуру, то есть это, к примеру, черное, да, нижнее белье или купальник, с разных сторон, без макияжа и где видно волосы, то есть с разных ракурсов. Смотрят снэпы, смотрят видеопроходку, улыбку и немножко общения. Потом уже, когда приезжаешь на очный кастинг, например, на Мисс Россия, кастинги проводятся вообще в три этапа. Смотрят на тебя, тоже проходку, общение, то есть нужно понимать, что адекватная, красивая, хорошая, как бы девочка и уже приглашают. По росту есть ограничения много где, то есть чаще всего это выше 173 сантиметров, без татуировок, без брака, детей. Давай поговорим о конкуренции. Мне кажется, по крайней мере раньше, да, там, ну и в 90-х бывали случаи, когда там, я не знаю, моделям, сами девочки, конкурентки портили внешность, да, и при этом это прям отражалось на всю жизнь буквально, скажем так. В современном мире конкуренция, дружба, где эта грань? Значит, все девушки, да, кто-то кому-то когда-то подсыпал стекло в туфли, мне кажется, что это просто кто-то придумал. Конкуренция на конкурсах есть, здоровая, но вредить друг другу я такого не встречала. Меня это обошло, и вот эти рассказы, что кто-то кому-то что-то там испортил, но это пока что просто остается рассказами, возможно, это просто выдумки. У меня даже было такое, что на один финал конкурса я помимо себя красила еще четырех девочек. Мы друг другу помогали собираться, кто-то что-то забыл, обязательно ты поможешь. То есть, конечно, на конкурсах, как и на всех соревнованиях, каждый сам за себя, но в то же время мы же люди, мы же девочки, мы должны как-то друг друга поддерживать. Модели, как футболисты, мне кажется, ходят очень рано на пенщу, действительно ли так? То есть, в 25, грубо говоря, начинать модельный бизнес не стоит или нет? Нет, модели сейчас, опять-таки, вот этот какой-то такой узкое вот это общество, да, 90-60-90 до 30 лет, оно расширяется. Опять-таки, мы зайдем, да, на какие-то известные бренды, там есть модели не только плюс-сайз, разные цвета кожи, разный разрез глаз, разный рост, но и разный возраст. Ну, я не знаю, ты замечала этого или нет, но действительно есть такое. Может быть, у них не так много работы, но все-таки у топовых моделей, мне кажется, работа до пенсии точно есть. Средняя зарплата модели успешной в России? Зависит от того, как ты работаешь. Ну, к примеру, на неделе моды за один показ, ну, ты можешь получить тысяч 7, наверное, рублей. И все зависит от того, в каком количестве показов ты принимаешь участие, да? То есть, кто-то может, там, например, 1-2, а кто-то за один день, там, 2-3, вот так вот. То есть, все зависит от того, как много ты работаешь, с какими именно брендами ты подписываешь контракты, количество съемок и так далее. То есть, так вот не могу сказать. Мужчины-модели. Как ты к этому относишься вообще? Насколько это популярно? Мне кажется, что с каждым годом это все больше и больше набирает обороты. Вокруг них тоже сходит очень много стереотипов и слухов. Вообще, расскажи о мужском немножко мире моделей. Окуни нас туда чуть-чуть. Да, вообще, нормальная работа. Нормальные парни. Это действительно все стереотипы. Вот тоже, да, когда работала с кем-то, например, на съемке в паре. Обычный парень, который зарабатывает таким образом себе на жизнь, следит также за своей там фигурой, да, за своей кожей. И просто снимается, подходит там по типажу, например, рекламирует какую-то одежду или ходит на подиуме. Ты знаешь, я даже как-то сидела в жюри мужского конкурса красоты. Это было во Вьетнаме. Вот такие классные парни. Мы с ними пообщались на интервью. Для чего они участвуют в конкурсе? У всех разные причины. В основном это действительно модели, которые работают там в своих агентствах. И вот эта, например, победа им поможет, ну, как-то побольше иметь, наверное, заказов, контрактов. Кто-то просто, чтобы такую, так скажем, популярность приобрести, да, и дальше в какой-то своей сфере развиваться. Блин, на самом деле обычная. Обычная деятельность. Что самое тяжелое для тебя в этой профессии? На конкурсах само вот это финальное шоу, это вот только где-то 3%, да. Все остальное это очень напряженный график. И самое сложное в этом графике оставаться спокойной, сдержанной, улыбчивой, позитивной, даже если тебе что-то не нравится. То есть если завтра написан подъем в 6 утра, и мы едем там в горы, еще куда-то, потом у нас многочасовая репетиция, а потом еще вечером какой-нибудь промежуточный конкурс, главное не нервничать, да. То есть мы всегда позитивно настроены, мы всегда за любой движ на конкурсах, и вот это нужно как-то в себе, видимо, вырабатывать. Но это, наверное, самое сложное. На конкурсах у нас такое бывало, что, например, вот там 100 участниц, а ты какая-нибудь там 75-я. И ты ждешь, и вот это вот ожидание, ты ждешь, 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 и уже вроде как настрой пропал, да, ожидания. Или, например, когда у тебя съемка там длится 18 часов, но ты одна модель, то есть ты все это время работаешь. И знаешь, сначала на таком энтузиазме, да, а потом уже, когда ты уже пообедал, немножко у тебя был перерыв, и уже надеваешь там какое-нибудь 50-е платье, самое сложное это не потерять искорку в глазах, потому что тебе уже, естественно, это неинтересно, ты уже устал, хочешь побыстрее закончить, но у тебя должно быть лицо все равно такое воодушевленное, что вот какое красивое платье. Тема отношений и модельного бизнеса. Насколько это совместимо? Вообще, я считаю, что гармоничные хорошие отношения могут быть совместимы с любой деятельностью. Ну, разве нет? Мне кажется, что это так. Если любимый человек тебя поддерживает, не запрещает, да, он только за твое развитие, то это очень здорово. Как-то нужно вместе развиваться во всех сферах, в том числе, ну, модели, конкурсы красоты, ну и что. Вот ты сегодня принесла эту корону вообще, расскажи. Вы ее надеваете, надеваете, точнее, один раз, и потом кладете в долгий ящик вообще, или как она хранится? На некоторых конкурсах, как бы, тебе вручают корону, она твоя, да, ты можешь как угодно пользоваться, через год ты ее просто так же на себя надеваешь, и все, и награждаешь уже другой короной. Есть конкурсы, в которых ты получаешь корону, и ее же передаешь через год, но она хранится не у тебя, ну, потому что она, например, из драгоценных металлов. Например, корона, которую я с собой принесла, да, она драгоценная, когда ее надевали на меня на сцене, там был бриллиант, ювелир туда его вставил, но прежде чем отдать мне ее, естественно, его оттуда убрали, вот, и дали мне. Подарки реально такие серьезные от спонсоров? Ну, во-первых, смотря где, да, подарки есть серьезные. Во-первых, это денежное вознаграждение, о которых, как бы, ну, не принято говорить. Что касается подарков, если даже мы возьмем конкурс Мисс Ульяновск, видимо, мне как-то повезло, но именно в 2015 году, когда я выиграла, было очень много подарков. Мне подарили шубу, подарили путевку в Грецию на двоих, украшения с бриллиантом, и, естественно, очень много разных сертификатов, и еще вот, знаешь, такие ценные достаточно призы были. Если говорим о конкурсах за границей, то это чаще всего косметика, тоже украшения, то есть вот... Топ-5 моделей, которые тебе реально нравятся, как и модели, как и внешне. Слушай, ну все модели Виктории Секрет, во-первых, да. Из моделей это 100% Ирина Шейк, 100%. Из такого старого, ну, так нельзя, конечно, говорить, дивизиона, мне очень нравится Синзи Кроуфорд. Если мы говорим о победительницах конкурса красоты, то Мисс Селена, по-моему, 2014, Паулина Вега ее зовут, я тоже слежу за страничкой. Дефиле. Это обучают в модельных агентствах как-то самой. Можно научиться красиво ходить вообще? Да, можно. Во-первых, не только в модельных агентствах. Обучают всегда, везде, если ты встаешь там на сцену, выходишь на сцену, выходишь на подиум, тебя в любом случае научат. Так просто не выпустят. Плюс есть много видеоуроков, но я тебе могу несколько показать таких вот самых прям простых. Ноги моделей, ее достоинства и слабое место одновременно. Сила в их красоте, длиннее и стройности. Но из-за многочасовой работы на каблуках нередко ноги манекенщиц деформируются. А если девушка забыла свою пару туфель, то приходится довольствоваться тем, что дадут на самом показе. Обувь может быть на размер, а то и несколько меньше. Любая походка, она начинается с красивой позы, да, с которой мы начинаем. То есть мы всегда, у нас вот закрыта эта зона, да, коленка вперед. Дальше смотри, мы когда начинаем идти, элемент нашего тела, который будет впереди, он будет казаться визуально больше. Или ноги, например, будут казаться визуально длиннее, если при походке мы чуть как бы таз направим вперед. То есть если мы идем, и у нас таз назад смотрит, грудь вперед, то у нас получаются очень короткие ноги. Если мы идем и чуть направили таз вперед, то у нас визуально ноги длиннее. Это во-первых. Во-вторых, смотри, часто как бы две ошибки. Сильно виляют девушки бедрами и наоборот слабо виляют. Идеально это когда ты своими вот этими косточками, да, большими пальцами слегка касаешься бедер. То есть ты идешь, и твои косточки больших пальцев касаются твоих бедер. В идеале. Если ты их не чувствуешь, то есть если ты идешь и ничего не касается, то ты идешь от колена, не от бедра. Да, то есть походка от колена, это когда работает только вот эта зона. Ты идешь и пинаешься. Если ты идешь от бедра, то у тебя бедра должны чуть шевелиться. А вот как, кстати, как руки? Потому что у многих они прямо аж вот так. Во-первых, нужно за ними следить. Да, у многих они действительно вот так. Но ты знаешь, что если так вот посмотреть, то у многих не две руки так, а только левая. Потому что если ты правша, ты сумку носишь в правой руке. И, соответственно, ты привыкла ходить вот так. Да, сумка здесь. Если ты левша носишь в левый, то у тебя работает правая. Нужно за этим следить. Если ты чувствуешь, что руки очень уж сильно хотят действовать, то пусть они действуют назад. То есть не вперед. Просто контролировать. Уважающая себя модель имеет сразу несколько пар туфель и чемодан к ним в придачу. Обычно девушки перемещаются на конкурсы и мероприятия вместе с обувьем. Конечно, спина – это, наверное, самое важное. То есть ты должна перед походкой вдохнуть, выдохнуть, чтобы показать свою шею. Чуть направить таз вперед. Про таз забыла. Да. Взгляд на подиуме, на сцене, вниз – это будет очень плохо. Наверх тоже плохо будут белки. Как бы примерно перед собой чуть выше смотришь. И улыбка. Вот знаешь, всегда говорят, если у тебя такое позитивное, красивое лицо, если ты улыбаешься, то даже если ты упадешь, ничего страшного. Естественная улыбка, она только секунды 3-4. А как понять свою естественную улыбку? Смотри, когда ты начинаешь дефиле, если ты сразу натянешь улыбку, то в конце сцены, в конце подиума это будет вот так. Это будет оскал неестественный, да? Ты будешь улыбаться, и ты даже не почувствуешь, что это выглядит ужасно. Поэтому, как я всегда делаю, я всегда надеваю улыбку в начале своего дефиле, своей проходки. Я подхожу, сбрасываю ее, и когда я на таком конце сцены, да, когда меня все видят, я снова ее надеваю. Меня снимают, и это получается самая естественная улыбка. Вот я только что улыбнулась глазами и зубами. База считается бежевой туфли с закрытым носиком, без платформы, с каблуком не выше 8 сантиметров. Мне кажется, вы выиграли? Мне кажется, нет. Помимо дефиле, мы учились красиво позировать на камеру. Девчонки, ловите лайфхаки, как делать классную фотографию для Инстаграм. Есть золотой стандарт набора поз, который должна знать каждая модель. Знаешь, вообще каждая модель, каждая девушка, женщина, девочка должна изучить свое тело с помощью зеркала. Я всегда всем говорю, что это ничуть не стыдно красоваться перед зеркалом, потому что именно так мы изучаем свои недостатки, свои достоинства, и понимаем выгодный для нас ракурс. Когда девушки говорят, у меня вот эта сторона рабочая, а это нет. В принципе, в этом есть логика. Какие-то стандарты на фото, максимальная естественность всегда всем нужна. Вот мы говорили, да, о естественной улыбке. Так и есть. Плюс, когда мы позируем, не нужно зажиматься, не нужно обрезать как-то руки. То есть мы убираем как-то руки, и это смотрится неестественно. Должны быть видны наши ладони, да, и все такие очертания тела должны быть естественными. Руки – прекрасный инструмент для красивых фото с акцентом на детали. Главное – правильно расположить. Хотите подчеркнуть новую помаду – расположите кисти возле губ. О жерелье сделайте акцент руками на шее. С помощью рук можно увеличить и длину ног, но главное – не забывайте о взгляде. Чаще фотографы просят какой-то томный, немножко, да, стервозный, потом глаза устают. Нужно вот как-то это в себе вырабатывать, то есть отключаться и потом заново вот вживаться в эту роль. Если мы позируем, то, например, да, там позировки вот такие, мы подчеркиваем платье, например, позируем в платье, красиво. Если мы позируем в купальнике, то нужно наоборот эту зону как бы закрывать, да, то есть всегда тело должно выглядеть эстетично, красиво, чтобы приятно было на него смотреть. Итак, все недостатки скрываем, а достоинства подчеркиваем. Например, чтобы визуально удлинить короткие ноги, Талия советует ставить одну ногу вперед на передний план. Девушкам с худыми бедрами можно не стесняться и расставлять ноги на фото шире, слегка согнув колено. А обладательницам упитанных ножек рекомендуют вставать чуть боком, собирать ноги вместе, а руки на талии, что подчеркнет красивые женские линии. И неважно, на пляже вы позируете или в огороде. Мы с тобой две подружки, да, мы с тобой просто позируем красивая какая-то природа. Я вот всегда выставляю ножку вперед, чтобы она с нас делалась в длине. Что бы ты мне посоветовала сделать? Слушай, во-первых, глядя на нас, вообще непонятно, кто из нас модель. Ты или я? Ты, как бы я, журналист. Я бы тебе посоветовала поиграть как-то с твоей юбкой. Да, давай. Вот я не знаю, мне сразу ступор. То есть что мне нужно сделать? Как-то так или что? Смотри, коленку вперед мы не выставляем, потому что она будет смотреться не очень красиво, вот эта зона. Если ты выставляешь, то чуть по диагонали, да, и взгляд куда-нибудь туда направим. Вот мы с тобой красиво позируем, и руки у нас вот эти вот видны. То есть если мы еще и эти руки спрячем, то это будет, ну, как бы некрасиво, и возникнет вопрос, где же наши ладошки. Мы их всегда аккуратно, красиво показываем, смотрим, да, и у нас взгляд обязательно направлен туда. А то есть нельзя в камеру фотографа смотреть? Нет, нет, мы можем смотреть туда. И смотри, еще, если ты слишком сильно опустишь голову, у тебя как бы вот лоб выйдет, да, если слишком сильно будешь задирать, то, соответственно, подбородок. То есть мы примерно глаза вот на уровне камеры держим. Главное оружие модели даже не ее рост, а улыбка и естественная красота. А хорошая подготовка и дисциплина – залог успеха в любом конкурсе красоты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok